Приветствую вас! Вы знаете, первое, что приходит на ум, когда читаешь ваш текст, это созависимость, созависимость обесценивания себя и так далее. То есть вы очень сильно зависите от своего мужчины. Прям очень сильно. То есть вы зависите от него настолько сильно, что боитесь даже его потерять. Вы боитесь потерять мужчину. Серьезно. Вот. Вы не можете одно. Судя по всему, вы даже вот себе представить не можете, да? Каково это быть одной. Каково это быть психологически самостоятельно. Вот. Вам правильно сказал коллега, что вы берете много ответственности на себя. Вот. В этом я с коллегой согласен. Но то, что вы делаете, это из трака, что мужчина может вас, там, например, бросить, там, забыть и так далее, так далее. Это, на мой взгляд, очевидно. Тоже. Что я могу сказать? Что я могу сказать? Что я могу сказать? Вы с мужем, к сожалению, к сожалению, давно перестали понимать друг друга, слышать друг друга, ориентироваться друг на друга адекватно. Да? То есть, ооо, вы почему, истерия, ну, стоит, ооо, вы, почему наговорили много? Ну, ну, вообще, почему так произошло? А, произошло так, потому что, ооо, у вас копилось. Вот копилось, 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 и, вылилось, вылилось в то, что произошло. Так, смотрите, мы не разговаривали две недели, раньше была такая же реакция, но я не обращал как-то внимания, и так, подолгу, не продолжал. Вот смотрите, если мужчина не разговаривает нам, то это, соответственно, начальство, что? Это начальство, он, а, вами манипулирует, б, у него такой способ, ааа, вести конфликт конфликтом. Вот. То есть, вполне возможно, что, ваш мужчина представляет собой анальный тип, анальный тип, тип, личности. Вот. Об этом вы можете почитать. В интернете, вот, информация есть, ее много. Вот. Можете об этом почитать, про анальный тип. Интересно другое. Интересно другое. Интересно другое. Интересно то, почему вы раньше не обращали внимание, на то, что он вот, ааа, ведет себя так. Ведь, ааа, вообще-то говоря, это очень, такой, я бы сказал, ааа, прямо, знаете, тревожный, тревожный, значок, тревожный звоночек, если человек с вами может не разговаривать. Вот. А какая, какова была ваша, была ваша реакция, что вы не обращали на это внимания? То есть, почему не обращали внимания на это? Вот. Вам было все равно, что мужчины не разговаривают, или что? Аа, дальше. Подкладывается ощущение, что здесь вы ориентируетесь исключительно на свои потребности. Далее, виноватый я. Здесь, опять же, здесь вот проявляется гиберответственность, которую вы на себя берете. Вы не можете быть виноваты, в принципе. Это первое. В отношениях всегда ответственны два человека. Может быть, вы и сделали что-то не так. Может быть. Может быть, вы и сделали что-то не так. Но мужчина повел себя так, что скоро стало возможным. Скандал. Скандал. Тогда всегда взаимное ответственность двух людей. Не больше и не меньше. Склонность винить только себя. Это, к сожалению, особенность вашей личности, которую можно, ну, подкорректировать и исключить. Так, его в больнице положили, плановый осмотр, ко мне баб рука пришла, посидели с ней, у нас двое детей, у нас двое детей, 15 и 5 лет, младше вам надо было в секции, я была знакома, мы по очереди детей, видимо. Я забрал своего, там была, прихожу, ребенка нет, где, забрали кто, неизвестный, я в панике. А как так выяснилось, что вы переживаете за 15-летнего ребенка, и почему 15-летний ребенок сам не возвращается домой? Начнем с этого. Как так выяснилось, что отец смог забрать ребенка, а при этом непонятно, кто это был? То есть, ребенка не имеет права отдавать человеку, который, ну, абы кому? То есть, не имеет права, либо там свободный проход, свободный выход, либо есть что-то еще, о чем вы не говорите, вот. Потому что, ну, история, она вот именно, именно такая, как мне видится. То есть, странно, странно, что вы в 15 лет забираете ребенка, вот. Странно, что в 15 лет ребенок все еще находится, ну, как бы, под вашим, ну, контролем, да, скажем так. Или, может быть, ну, может быть, лучше сказать, под вашей опекой, ну, вот. Это странно, и странно, как у вас вообще функционирует, ну, я так понимаю, школа, из которой вы его забирали. Дальше, бегу домой, вот, почему-то сразу подумали плохое, да, то есть, что случилось, по сути, что случилось, да, откуда такая паника, 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 потому что все вышло из-под контроля, он вошел. То есть, что-то пошло не так, не так, как вы привыкли, не так, как вы рассчитывали, вот. Это означает, что вы пытаетесь контролировать все и все через контроль, обеспечивая себе безопасность, ну, свою собственную безопасность. Ну, вот. Вот, собственно, и вопрос. Должны ли отвечать ваши родные за вашу безопасность? Я почему-то думаю, что нет. Вот. Я почему-то думаю, что за свою безопасность, за свое ощущение безопасности отвечаете только вы. Вот. То есть, понятно, да, что вот как вы реализуете свое безопасность, свое ощущение спокойствия, свое ощущение гормоны, гормоны, вот. Как вы это реализуете? Вот. Наглядно? Наглядно. Вот. Видно здесь, от чего страдает и ребенок, которого вы опекаете уже сверх меры, и вы. Вот. Потому что находитесь, ну, понятно, да, с постоянным напряжением, вот. Что вам тяжело, трудно, огромная нагрузка, давление, давление на вас, вот. А вы все равно, соответственно, это все делаете и не в силах от этого отказаться. Вот. Дальняя история такая, что вы приходите, значит, два пропущенных звонка от мужчины, от вашего мужа. Почему-то вы не берете с собой мобильный телефон, что тоже несколько странно. Вот. Вот. И дальше заходит он с ребенком. Вот. Ну, соответственно, вы вместо того, чтобы обрадоваться, потому что ребенок вернулся. Вот. Вы начали обвинять мужчину, да? То есть, как бы, выпишите, выпишите. Никогда его не интересовало, кто и когда ребенка будет забирать, и я сама детьми занимаюсь. Ну, так, а, то, что вы сами детьми занимаетесь, это не отношает, я полагал, того факта, что у них есть отец, и то, что отец может это сделать. Вот. Понимаете? То есть, такое впечатление, что вы вас приняли, его поступок не как хороший, да, а как, ну, как какой-то негатив по отношению к вам. Вот. Я, конечно, не знаю. Я, конечно, не знаю. Вот. Но думать со мне, что это, опять же, проявление ваших, ну, ваших проблем. Вашего восприятия себя. Здесь устроил истерику, ты говоришь, ты, говорит, выпиши за ребенка. Вот. Ну, то есть, вас это явно за дело. Получается. Если вы слово за слово наговорили ему много. Вот. Вот так вот, и не извиняться, нужно здесь. А рассказать мужчине, почему вас так задел, то, что он сказал, что вы выпущены. Может быть, мужчина не готов к тому, что вы делаете что-то для себя. Может быть, мужчина считает, что вы не должны развлекаться. Как это говорит о том, о том, что вы себя поставили, определенным образом. То есть, то есть, вы поставили себя так, вы поставили себя так. Что мужчина даже допустить не может мысли о том, что вы можете что-то сделать для себя. Такие вопросы возникают тогда. А как же вы себя поставили? Как вы себя поставили, что мужчина думает вот так, что вы не можете вообще ничего делать для себя. Что вы плохо поступили. Далее. Как вы сами относитесь к тому факту, что выпущие пошли за ребенком? То есть, ну, как вы сами это восприняли? Я вас сейчас не обвиняю. Нет цели вас обвинять. Я хочу выяснить всю историю, всю, как она есть. То есть, если мужчина обвинил вас в том, что вы выпили алкоголь и пошли забирать ребенка, а вы соответственно, ну, среагировали на это негативно. Что, возможно, у вас в основном есть какая-то особенная реакция на то, что вы делали. Быть может, внутренний стыд, то есть, непринятие того, что вы делали. Ну, или что-то еще. Вот. То есть, тут нужно раскрывать, как часто вы им говорите о своих чувствах, как часто вы им заявляете и т.д. и чем вы не удовлетворены. Вот. Дальше. Прошло две недели, мы не общаемся. Хотя я ездил, возил еду и одежду, но пришел ему сообщение с извинениями письма. Что с сожалеем, что он меня знал на лучшее, благодарно ему за ссылку. Странно. Но если вы ездили к нему и возили ему еду и одежду, то надо было там лично и поговорить с ним. А то какая-то довольно интересная получается история, что лично вы ему сказать ничего не смогли. Да? А вот письмо с извинениями, по сути, с унижениями своими, вы написать могли. А только толку-то. Понимаете? Толку от этого. Если ваша неудовлетворенность есть, она проявится еще стоит такой ситуации повториться вновь. Ну, вновь. Если мужчина не считает, что вы должны отдыхать и взваливать на вас всю работу, то ничего не изменится. Вот. И все как бы будет по-народному, все будет идти по циклу, циклу. То есть все будет повторяться вновь. Вновь и вновь. Вот. Если вы для себя ничего не поменялись. Вот. Поэтому, я думаю, что в первую очередь вам необходимо определить здесь, почему вы настолько сильно боитесь, что он не вернется домой. Ну, то есть он не собравится домой. Вот. Если вы от него зависимы настолько, что за независимость, конечно, нужно как-то понижать. Потому что, ну, уж слишком вы зависимы от него, да? То есть и благодарны вы ему за все и так далее. То есть это слишком, слишком такая реакция, ну, знаете как, слишком унивительная реакция, я бы сказал. Вот. Поэтому здесь, конечно, нужно тоже исследовать. Почему вы боитесь? Ну, вот. Значит. Вы пишите, что мне делать? Вы спрашиваете. Что делать? Что делать, чтобы что? Наталья. Вот. Ну. Серьезно. Что делать, чтобы что? Что вы хотите там по итогу? Если вы хотите, например, там, допустим, наводить отношения с мужчиной, то это одно. Если вы хотите выработать адекватную позицию по отношению к себе и позицию своей семье, например. Это другое. Если вы хотите разобраться в себе, что-то разобрать. Вот. Если вы хотите, например, там, ну, грубо говоря, да, грубо говоря, перестать, скажем, бояться того, что муж может уйти. И это ещё одно направление. То есть ещё одно направление. Возможная работа. Вот. То есть тут определитесь, что именно вы хотите. Что делать, чтобы что? Вот. Далее. Вы пишите. Вырукнись, собирается домой. Ну, здесь, мне кажется, вы, опять же, себя накручиваете. Это продолжение, собственно, вашей потребности безопасности. Потому что домой он придет, хотя бы потому, что у него там вещи. Есть его вещи. Вот. С другой стороны, откуда-то вы об этом подумали. Откуда-то у вас есть этот страх. И у этого драка, безусловно, есть свои причины. Вот. То есть, что для вас будет означать тот факт, что мужчина не собирается домой? Что именно для вас это будет значат? Конкретно для вас. Что вы будете думать о себе, о нём и так далее? Вот что важно по-настоящему. Вот вы говорите, что мне плохо. А от чего вам плохо? Знаете, что стоит за этим состоянием? За состоянием, ну, за состоянием того, что вам плохо? Что за ним стоит? Какое оно? Как вы его идентифицируете? Что вы с ним собираетесь делать? Как вы его сами себе представляете? Вот. Конструктивно ли вы его, ну, реализуете или нет? Если да, то насколько? Вот. Если да, то как это проявляется, что вы конструктивно это делаете? Вот. А если нет, то почему нет? Для чего нет? Понятно. То есть, это вот такая история, которую вам нужно раскрыть. Ну, это всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго. И удачи. Брэга. Брэга. БрэйлоСмлэн isn Camerox.